Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова. Самые актуальные вести спорта в ближайшие минуты. Спортсменка из Карачаева Черкесии завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Республики Беларусь по тэквондо. Маргарита Алиева провела три поединков, двух из которых одержала уверенную победу. В городе Бердянск Новосибирской области завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, где наш спортсмен Денур Хашпаков стал бронзовым призером. Также по итогу турнира борец попал в состав национальной сборной. Два спортсмена из Карачаева Черкесии завоевали золото и бронзу на прошедшем в Грозном первенстве Северокавказского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Амаль Кирейтов стал победителем соревнований, а Карим Чикуев занял почетное третье место. Также в пятерку сильнейших вошли наши спортсмены Камиль Карасов и Эдуард Урчуков. В городе Саранск прошел Кубок России по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, где наш спортсмен Далер Савельев завоевал две медали. Золото в беге на 200 метров и серебро в беге на 400 метров. Сегодня Далер пришел к нам в гости вместе со своим тренером Ильей Александровичем Шаповаловым. Здравствуйте. 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 Рад видеть вас сегодня у нас в гостях. Я хотела бы начать наш сегодняшний разговор с того, чтобы узнать у тебя, Далер, как прошел Кубок России, насколько это было масштабное соревнование. Спортсменов было достаточно много, хотя это был и зимний кубок России. Обычно он не столь многочисленный. Вот. А скажи, пожалуйста, вот ты сказал зимний кубок. А в чем отличие зимнего и летнего? Зимний кубок проходит в помещении. То есть это 200-метровый манеж. Это есть у него отличие от стадиона. А тебе больше нравятся какие кубки? Зимние, летние? Летние. Почему? Проще? Да, спортсмен. Да. А из каких регионов присутствовали участники? Были ли, может быть, среди спортсменов те, кого ты уже хорошо знаешь из соперников? Либо, может быть, это были новые лица? Это были для меня вторые соревнования. Поэтому так, чтобы мы были давно знакомы, такого нет. А регионы, я так думаю, представлены были все. То есть конкуренция была такая достаточно серьезная? Да, конкуренция есть. А ты взял две медали, две разные дистанции. 200 метров и 400. Хотелось бы узнать, корона или это твои дистанции всегда? Ты бегаешь на такое расстояние? Да, я бегаю только 200 и 400. А скажи, есть ли отличия в подготовке? 200 метров, 400 метров? Да, 400 метров более тяжелые. То есть 200 бежать гораздо легче, чем бежать 400. На 400 нужна выносливость и на 400 нужны терпения. И ум тоже нужен. Ого. Вот это стратегия, да? Да. Надо грамотно разложить всю дистанцию, чтобы тебя хватило от и до. Ну, я думаю, что это, наверное, было бы трудно сделать без хорошего наставника, да? Илья, расскажите, пожалуйста, когда вы готовите спортсмена вот к таким дистанциям? 200-400 метров. Вот Далер сказал, что нужно разложить дистанцию. Что это значит? Ну, он, наверное, имеет в виду, имеет в виду, что вот всю дистанцию нельзя преодолевать с одной скоростью. То есть нужно определенное начало, с определенной скоростью нужно бежать основную часть дистанции и чтобы остались силы на последние метры. То есть вот Далер сказал про ум. Есть спортсмены, которые с самого начала начинают бежать и все отдают на старте уже. Их не хватает на финише и соперники их обгоняют. Но вот у Далера сейчас работаем над этим как раз, чтобы на всю дистанцию хватало сил и показать оптимальный, лучший результат за счет этого. А скажите, пожалуйста, такой маленький секрет профессиональный. А где лучше максимум показывать? На старте или на финише? Ну, это уже нужно учитывать особенности спортсмена каждого. То есть у кого-то лучше стартовая скорость, но хуже, например, выносливость. Кто-то лучше удерживает скорость в основной части дистанции, а кто-то набегает на финише. То есть тут нужно под каждого спортсмена подстраиваться, узнавать его сильнейшие стороны и их развивать. А если говорить вот о Далере, какие его сильные стороны как легкотлета? Ну, его сильные стороны, наверное, все-таки основная часть дистанции, потому что в конце немножко не хватает уже сил у него, уже борется с собой, с дистанцией, с соперниками. Ну, как раз сейчас насчет этого работаем, чтобы сил хватало на всю дистанцию. Вот. Ну, пока что основная часть дистанции его сильная сторона. Да, Леш, скажи, пожалуйста, а результат по времени? Это же очень важная составляющая, да? Вот какой результат показал и был ли это твой лучший результат? 55-75. В помещении, да, это был лучший результат. 55 секунд? Да. То есть даже минуты не прошло, чтобы преодолеть. Да. А лучший результат какой был? 55-08. Ага, то есть еще быстрее. Самое главное – миллисекунды в легкой атлетике. Да, там решают все, именно доли секунды. Вот хотелось бы узнать, как давно ты, в принципе, занимаешься легкой атлетикой, и первые ли это твои крупные соревнования? В юношестве занимался, после прекратил, и вот сейчас уже чуть больше года опять занимаюсь. Но именно уже с четким упором, как паралимпийц. Угу. То есть ты готовишься прямо к таким профессиональному будущему, да? Есть какие-то планы? Может быть, в сборную за это войти? Да. Ну, в сборную России, находитесь. Да. Я сейчас нахожусь в резерве сборной России. В планах, да, есть выйти в основной состав. То есть для этого надо будет летом на чемпионате России показать достойный результат. А вот сейчас, после Кубка России, как проходят тренировки? То есть, может быть, это такой более расслабленный режим или наоборот ударный? Восстановительные тренировки. Как бы нелегкие, но дающие организму прийти в себя. То есть весь год тренировочный. Он, в принципе, с самого начала года закладывается план по развитию. Вот в течение года... Есть какие-то этапы, да? Да. В ходе этапного планирования. Вот вся подготовка, она занимает непосредственно год. Такой макроцикл. А где пик? Когда вот соревнований, участие? Пик должен быть вот как раз к соревнованиям. К зимнему сезону, который Далера сейчас выступил в феврале. И летний, это уже ближе к летним месяцам. Июль, август. Два пика. Отличается подготовка к зимнему сезону и к летнему? Ну, отличается, да, за счет того, что, в принципе, различается непосредственно сама конструкция беговой дорожки. То есть, если зимой 200 метров, это законченный круг, то есть полный круг, то летом это полкруга. Угол виража. То есть, соответственно, разная техника преодоления. Это повороты. И, соответственно, силы тоже по-разному стоит распределять на этих двух разных конструкциях. Я хотела бы узнать. Вот, Далер, ты тренируешься в спортивной школе по легкой атлетике, да? Я так понимаю, наравне со спортсменами, которые, в принципе, выступают, скажем так, без каких-то ограничений, правильно? Да. Среди, скажем так, своих коллег трудно ли соревноваться с такими ребятами? Или наоборот, в принципе, наравне практически? Я с ними не соревнуюсь. Просто тренируюсь, да? Но бывает такое, что вы, не знаю, в дружеской, скажем так, атмосфере пытаетесь как-то поставить новые рекорды? Да, бывает такое. Что ж, понятно. Илья, я знаю, что спортивная школа по легкой атлетике, она, конечно же, концентрирует свое внимание не только на беге, как в данном случае у Далера, есть еще другие дисциплины. Вот хотелось бы узнать, какие на данный момент, в принципе, существуют секции, не знаю, подсекции в спортивной школе, и, может быть, какие-то новые направления у вас появились? Ну, в принципе, легкая атлетика, это не как принято считать, бег только. Легкая атлетика включает в себя много видов технических, в том числе прыжки, метания. Лично я сейчас занимаюсь подготовкой группы по метанию длинным, так называемым, по метанию копья, толканию ядра. То есть сейчас стараемся развивать и технические виды в том числе. У нас в республике очень успешно ребята выступают в беговых дисциплинах. Ну да, я знаю, у нас команда бегунов в начале года прям целую россыпь медалей завоевала. Да, в барьерном беге, насколько я помню. Да, да. В эстафетном барьерном беге. Там почти 20 человек было, что-то такое. Ну, больше не столько точно. Поэтому стараемся сейчас сильные стороны уже развиты в должной степени. Сейчас будем стараться еще подтягивать дополнительные виды другие, еще усиливать нашу сборную команду республики. А если говорить о предстоящих соревнованиях, которые, представьте, Долеру, допустим, на данный момент, что это за состязания будут? Только первенства России летом? Или может быть промежуточные какие-то, куда готовить? Ну, в календарном плане, вот, в соревнованиях, как у Долера, с ограничением опорно-двигательного процесса, соревнований, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Но основные соревнования, это будет летний кубок, также, и летний чемпионат. То есть это основные старты, на которые нужно нацеливаться, на которых нужно показывать максимальный результат. А пока будем готовиться к ним, еще он будет выступать так же, как в этом году зимой, и с ребятами, у которых нет никаких ограничений, в принципе. В любом случае, это опыт, который необходим. Он в детстве занимался уже бегом, там буквально, мы даже с ним вместе начинали. Мы примерно с ним одинакового возраста, он мне старше немного. На месяц. На месяц. Как интересно, да? Да, и мы как бы все начинали с бега, потому что бег – это самый доступный вид спорта, то есть бегом можно заниматься везде. Просто интересно, почему вот короткая дистанция относительно, почему не марафон, допустим, или… 400 метров считается… Длинная, да. Это считается одной из самых тяжелых дистанций. Ее называют спринтерским марафоном. Ее невозможно как начал, так и закончить. То есть эта дистанция в любом случае… Что-то среднее, да, получается? Да, она в любом случае даст о себе знать. То есть это не такая короткая, где ты начал быстро и быстро закончил. Нет, такого не будет. Тут есть и скорость, и выносливость получается, да? Скоростная выносливость. Если говорить о календарном плане состязаний, у вас появились новые какие-то соревнования на летний период. Вот хотелось бы узнать, что за соревнования и какие надежды, скажем так, на выступления. В июне будет проходить Кубок России, в июле будет проходить чемпионат России и в августе уже будет проходить финал Кубка России по итогам июня. Также есть международные соревнования. Если я не ошибаюсь, по календарному плану они стоят либо в сентябре, либо в октябре. Они должны будут пройти и в городе Минск. Что ж, на этой позитивной ноте, пожалуй, мы и завершим нашу сегодняшнюю беседу. Я желаю вам новых успехов, побед в предстоящих соревнованиях и чтобы обязательно Даля Рты вошел в национальную сборную, в основной состав. Постараемся. Спасибо вам. Такими были вести спорта Крачао-Черкесии на этой неделе. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.